Ежегодно 28 мая личный состав пограничных войск Российской Федерации отмечает профессиональный праздник – День Пограничника. По всей стране проходят памятные митинги и концерты. Не стал и исключением Славянск-на-Кубани. Ведь среди наших земляков есть те, кто служил или проходит службу в погранвойсках во всех регионах России от Арктики до Дальнего Востока. Летопись пограничных войск хранит яркие примеры величайшего мужества и героизма защитников рубежей Родины. Во все времена служба на границе – это школа высокого патриотизма, беспредельной верности Отечеству, воинскому долгу. Все, чья жизнь была связана с охраной государственной границы, те, кто достойно нёс эту опасную и почётную миссию, все сопричастные к погранвойскам и их семьи собрались 28 мая на торжественный митинг, посвящённый Дню Пограничника. Вы знаете, не могу обойти эту дату, потому что 70-летие Великой Победы мы отвечаем в этом году. Первыми приняли бой – это наши пограничники. Они действительно доказали силу, мощь, отвагу, мужество и героизм при защите своей Родины. В Славянском районе в организации ветеранов-пограничников состоит 60 человек, но людей, которые служили в пограничных войсках и которые вспоминают о пограничной службе, более 600. Для того, чтобы всем вместе собраться и провести свой праздник, вспомнить былую службу, раньше им приходилось ездить в другие города за пределы нашего города. Теперь в Славянске-на-Кубани есть сквер, где люди в зелёных фуражках вместе со своими семьями собираются вот уже второй год. В Славянске-на-Кубани уже пятый год торжественно отмечают этот праздник в составе трансской организации пограничников. Город, администрация города подарила нам прекрасный сквер, который называется сквер пограничников, где мы сегодня находимся. Это специальное место, где встречаются пограничники всех поколений и отмечают этот прекрасный праздник. Для меня этот праздник очень дорог, потому что я 33 года прослужил в пограничных войсках, мои дети пограничники, но надеюсь, что и мои внуки будут пограничниками. Как отметил Юрий Лобачёв, отслуживший в погранвойсках больше 20 лет, этот день много значит для них. Это и радость, и встреча с друзьями – это самый большой праздник для всех пограничников. Почему этот праздник мне дорог? Потому что здесь, во-первых, я встречаю своих боевых соратников, побратимов. Пограничная служба, как отметил наш верховный главнокомандующий президент, это особый, пожалуй, самый трудный вид государственной службы. Любой пограничник, выходя в пограничный наряд, не знает, что его там ждёт. Он может вступить в бой. А здесь он должен чувствовать в этих условиях поддержку и плечо своего друга. Поэтому пограничники такие спаяны. После митинга все гости могли отведать солдатскую кашу на полевой кухне. Но троекратное «Ура» не смолкало. Поздравляли друг друга уже без официальных речей. Для многих пограничников 28 мая – праздник семейный. Время вспомнить, как ловили беглецов, как ходили в наряд, как выполняли важные государственные задания. Надежда Неткачева, Георгий Калинин. Программа «События». Из с conscientes предупредил субтитры «Ин Продолжение следует...